Ну так почему ты лицемерно заявляешь, что никогда не затрагивал семью героя Дагестана и Чечни, равному Байсангуру и Мансуру? Ты же даже порочил честь его отца, да простит тебя Всевышний Аллах. Неужели мы еще не поняли, что его кумир Ермолов, и он пытается превзойти его? Слушай, по-моему, даже Ермолов не опустился бы настолько. И все. Пост и под постами видео Гадырова в инстаграме по 40 или 50 тысяч комментариев. Откуда это? Там заставляют писать комменты, что ли? Даже у Месси и Роналду столько тень не наберется. Самое интересное... Да, безусловно, это боты. Есть кремлеботы, а есть крахоботы. Вот это вот крахоботы пишут, это как бы боты кадыровские. Но самое интересное в этом, что Кадыров, походу, он либо убедил себя, может, сам в этом, либо он действительно настолько недалекий, что он реально думает, что это все, что ему там пишут, что это вот люди, которые его любят, что это действительно народ выражает свое мнение. Он реально в это верит. Я не знаю, как этот феномен объяснить, это, наверное, надо с психиатрами, с психологами пообщаться, как это происходит, как человек до этого докатывается. Люди для него, вот представьте себе, он платит этим людям фабрики вот этих крахоботов, которые сидят в Грозной Сити, там арендует какой-то этаж, у них там компьютеры, у каждого по 20-30 аккаунтов, и они вот с каждого этого аккаунта пишут эти однотипные, одинаковые сообщения, чтобы эти сообщения писали, писались, а, помимо них еще, допустим, разные там студенты различных вузов, у них там есть специальные какие-то группы, профсоюзы, они состоят в каких-то группах, ватсапа, телеграма и так далее, там делают рассылку, допустим, скидывают какой-то вот ролик Кадырова и говорят, пишем комментарии типа вот таких, и там Ахмад Сила, шеф-чемпион, если бы не ты, где были бы мы, да острожествует справедливость, и в общем, что-то такое они пишут, и те начинают это строчить. Отсюда получаются вот эти вот тысячи комментариев, и по сути это все оплачивается Кадыровым, он это знает, он это все оплачивает, эту всю работу, потом эти люди ему пишут, и он на это смотрит, и потом не радуется, типа вот посмотрите, как меня любят, а эти там сидят за границей и строчат какую-то, значит, ерунду. Я не знаю, как это объяснить, это походу уже, либо человек вынужденно сам себя в этом убедил, потому что ему, ну ему комфортно так, мозг уже как бы не хочет воспринимать реальность, и он начинает жить вот в этом своем вымышленном мире. Ну либо он реально просто недалекий, просто настолько действительно он глупый, что он этого не догоняет. Ну так почему ты лицемерно заявляешь, что никогда не затрагивал семью героя Дагестана и Чечни, равному Байсангуру и Мансуру? Ты же даже порочил честь его отца, да простит тебя Всевышний Аллах, или я с воином Дагестана. Я говорил и говорю, что я никогда не посягал на честь их матерей, никогда не говорил, что они были нецелымудренными, их матеря, что они там их нагуляли, что они являются незаконурожденными. Я никогда не говорил подобное, даже когда они говорили это мне. То есть когда я мог, имел право по шариату, Аллах мне это дозволил, обругать человека тем же ругательством, которым он обругал меня, Аллах дозволил мне ответить ему теми же словами. Но я не пользовался этим правом, и не пользуюсь, и не намерен даже пользоваться дальше, иншаллах, если не знаю, гнев меня, конечно, не охватит. Но пока, даже в порывах своего гнева, я не говорил им того, что они говорили мне. А они меня обвиняли и на честь матери моей посягали, и там про бабушек, про дедушек, кого только не порочили. Я об этом говорю, что я никогда этого не делал. А так, конечно, я говорил и про отца Кадырова, и про других там отцов Кадырова, и про отцов этих, про отцов Алханова, которые по его же признанию они были НКВДшниками. Конечно, мы будем про это говорить, и об этом надо говорить. Это критика, это слова истины, которые нужно высказывать. Но просто так оскорблять, чтобы лишь бы задеть, лишь бы обидеть, говорить, что у тебя мать там была нецеломудренная, нет. Вот этого я никогда не делал. Это раз. Но самое важное в этом, даже если бы я здесь день и ночь только бы и занимался порочением их матерей, если бы я больше, вот весь мой контент состоял бы только из этого, даже в этом случае за это не должны были бы нести ответственность мои родственники. И тем более женщины из числа моих родственников. И вдвойне тем более родственники моей жены. Они-то за это не должны были бы нести ответственность. Кадыров сказал, что не он похитил женщин, почему это не берешь во внимание. Потому что Кадыров, сказав это, он, точнее, он не сказал, что это не он. Он сказал, я спросил у МВД, ФСБ, Росгвардии, они не в курсе, он сказал. Он не сказал, что он этого не сделал. Он, наоборот, подтвердил, что это он сделал. Косвенно, разумеется, не прямым текстом. Он сказал, я вот спросил у этих структур, они не в курсе. Видимо, кое-кто их похитил, чтобы сделать с ними все то, что они мечтают сделать с нашими женщинами, он сказал. По сути, он, наоборот, подтвердил, что они находятся у него. Да, это и не нужно подтверждать. Это понятно, что они находятся у него. Понятно, что и ФСБ, и МВД, и Росгвардия, и все в курсе, где они находятся. Вот моих родственников со стороны жены, их вообще забирали в полицию Астрахани. К ним пришла полиция Астрахани, забрала в отдел и потом передали своим коллегам из Чечни. Здесь понятно, что мы не нуждаемся в том, чтобы вообще это обсуждать. У кого они это все прекрасно здесь понимают. Даже Путин не тронул жену и дочь Навального. Путин же пример для Рамзана, он сам говорил, но даже Путин с женщинами не связывался. Да, кстати, Кадыра, вот это хороший для тебя пример. Подумай об этом. Даже твой кумир, твой царь, тот, чьим пехотинцем ты являешься, Путин, даже он действительно не взял в заложники жену Навального, не взял в заложники его дочь, его родственников. Он не делал этого. Даже когда они посадили в тюрьму, это был брат, брат Алексея, его посадили в тюрьму. Но с женщинами даже он не урожидовал. Ты здесь кого-то берешь пример? Интересно, кто реально тот человек, на которого ты равняешься? Я уже теряюсь в предположениях. Мы, мусульмане, у нас есть только один пример для подражания. Это пророк Мухаммад, мир ему и благослови Аллаха. Ты, я думал до сих пор, что ты равняешься на Путина, что он является твоим кумиром и примером для подражания. Но здесь я вижу, что даже он себе не позволял такую низость, такой позор. Кто, интересно, тот человек, с кого ты берешь пример? Неужели мы еще не поняли, что его кумир Ермолов, и он пытается превзойти его? Слушай, по-моему, даже Ермолов не опустился бы настолько. При всей нашей ненависти к этому врагу Аллаха и врагу нашего народа, даже он, мне кажется, не пал бы так низко. Да я вообще не могу никого вспомнить, кто бы таким образом пал. Возьмите того же Сталина даже. Да нет. Для какой цели они взяли заложники для того, чтобы ты приехал в Россию? Я понятия не имею. Они не выдвигали никаких условий. Они их просто похитили и где-то держат, проводят с ними какую-то работу. Конечно, я понимаю, что для чего-то это делается, что сейчас нам стоит в любом случае ожидать каких-то действий, в которых будут участвовать и все эти похищенные мои родственники. Понятно, что это будут либо какие-то акции, либо, я не знаю, записанные какие-то ролики. Я не знаю, что это будет. Я теряюсь тоже, опять-таки, вариантов много. Но понятно, что их будут использовать в чем-то. Понятно, что сейчас, в данный момент, с ними там что-то делают, проводят какую-то работу. Для чего, во что это в конечном итоге выльется, я не знаю. Термолов и Сталин их не похищал, он их изжигал там. Да нет, понимаете, похищения их делали многие в истории. Здесь они, их всех можно за это, в этом обвинять. Но именно возлагание ответственности на женщин из числа родственников с любой стороны, не говоря уже о том, что берут заложники вообще в сторону мать-матери и в сторону жены, вот этого я не припомню ни у кого, ни Ермолова, ни у Сталина, ни у кого этого не припомню. Да, они, конечно, убивали, уничтожали, похищали, они всылали целые народы в конце-то концов. Но вот именно взять, что вот, например, какой-то человек что-то сделал, даже пусть он будет преступником, да, давайте не будем сейчас даже говорить про каких-то блогеров или активистов, или воинов, давайте это оставим. Просто, допустим, преступник совершил какое-то преступление и подался в бега. И вот чтобы взяли в заложники его родственников женщин, даже со стороны отца женщин, чтобы брали в заложники, я не помню такого вообще в истории, чтобы у нас нечто подобное происходило, я не помню. Может быть, есть подобные примеры, о которых я не знаю, но я не помню. Роман Греции. Кадыров, какой же ты жалкий ушлепок. Ты от своей безысходности начал постигать на женщин-детей. Но знай, беззаконно, безнаказанно не бывает. И молви твои продажные шайтаны. Комментатор, терпение тебе и родственникам, заложникам, пусть Кадыров не ждет снисхождения. Амин. Барах Аллаху фейк вратам. Даже те люди, которые до сих пор как-то были равнодушны из числа стариков, многие мне сейчас пишут и говорят о том, что мы не ожидали такого. То есть то, что Кадыров сейчас сделал, посигнул на женщин, взял в заложники родственников со стороны матери, жены, это заставило отвернуться от него даже от тех людей, которые до сих пор были к нему как-то либо равнодушны, либо наоборот хорошо к нему относились. Даже эти люди сейчас поняли и отвернулись от него. Ты не представляешь, Кадыров, насколько ты совершил величайшую ошибку, ты просто пока еще не отдаешь себе отчет. Тот, кто тебе вот это посоветовал, тот, кто тебе шепнул на ухо, что стоит таким образом начать борьбу, это человек, которого ты будешь проклинать. Скорее всего, ты его накажешь, когда поймешь, к чему он тебя привел. Но будет уже поздно, он тебя очень серьезно подставил. Субтитры сделал DimaTorzok